Уважаемый господин министр, дорогие друзья, соотечественники, я очень рад был здесь сегодня с вами. Это уже несколько лет подряд мы проводим эти мероприятия. Я хочу начать с благодарности, прежде всего, вам, государству Израиля, депутатам Кнессета, нашим соотечественникам, которые долгое время здесь живут, работают и действительно представляют нашу культуру. Цель моего визита, к сожалению, такая, что мы каждый год в феврале вспоминаем жертв Ходжалинского геноцида. Люди потеряли семьи, потеряли детей, потеряли будущее. И мы, Азербайджан, наша страна, попытались как-то это все сделать так, чтобы люди себя чувствовали хорошо. Мои большие пожелания вам, чтобы вы всегда жили в мире. Я от имени парламента, от имени спикера нашего парламента, Ухтая Садова вам благодарен за то, что вы все эти годы поддерживаете нас. Вы проводите различные мероприятия, посвященные этому. К сожалению, сегодня в мире мы опять видим, как отметил господин министр, что нетолерантность, антисемитизм, проявление злобы, проявление враждебности. Сегодня уже мы это видим в Европе. То, что произошло во Франции, в Бельгии, в Дании, все это говорит о том, что мир, к сожалению, никаких уроков из прошлого не выявил. Поэтому мы всегда рады видеть вас у нас в нашей стране. Как и во времена различных войн, Азербайджан всегда открывал двери для вас. И сегодня эти двери открыты. Мы никогда не позволим, чтобы была в Азербайджане научная тайландность. Компания «Справедливость для Ходжалы» была начата много лет назад по инициативе вице-президента фонда Гейдера Алиева, Лейла Алиевой. И сегодня в 100 странах мира мы проводим эту кампанию. Эта кампания для того, чтобы в будущем таких трагедий не было. Это для того, чтобы люди перестали воевать, перестали убивать друг друга, перестали мучить друг друга. И то, что вы сегодня здесь делаете, большое вам спасибо за это. За то, что вы боретесь за безопасный, стабильный мир. За то, что вы боретесь с такими проявлениями фундаментализма, которые сегодня, к сожалению, угроза многим государствам, угроза стабильности в мире. Мы в Азербайджане, конечно, стараемся максимально увеличить наши усилия для того, чтобы не было войны. Но сегодня армянские террористические организации продолжают свою подрывную деятельность. Сегодня эти организации продолжают нарушение мира в Азербайджане. Их не идея захват территорий, убийство людей. И, к сожалению, сегодня в Армении это происходит на официальном уровне. Поэтому мы все вместе должны сказать «нет террору». Мы все вместе должны противостоять этому террору. Все последние события, которые сегодня происходят в мире, в Европе, говорят о том, что толерантные отношения к другим народам становятся все меньше и меньше. В прошлом году я был на приеме в Кнессити господина Либермана. Потом получилось так, что был официальный визит министра национальных дел Израиля в Баку, в парламенте. У нас была очень правоотворная встреча, правоотворные проекты, которые мы будем делать. Большое вам спасибо за ваше выступление в Организации объединенных наций, где от имени Израиля было сказано, что трагедия по Джалле – это одна из больших трагедий, которая против человечества. Большое вам за это спасибо. Это спасибо, конечно же, связано с позицией государства Израиля. Сегодня мы все видим, что проявление терроризма, проявление нетерпимости становится во многих европейских странах нормальным явлением. Этого делать нельзя. Нельзя убивать людей за их обсуждения, за их мнение. И то, что произошло в Нагорном Гарабахе, показывает, насколько этот террор сегодня глубоко засел в некоторых странах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во всех своих встречах, во всех своих программах говорит одно, что мы, самое главное, что мы сегодня в Азербайджане создали толерантное государство. Сегодня все религии представлены в Азербайджане. И мы стараемся этот пример сделать для Европы уникальным. И то, что сегодня происходит в колыбели демократии, в европейских странах, в старой Европе, это совсем не демократичный процесс. Как можно убивать людей в центре Парижа за их вероисповедание? Как можно стрелять в людей в Копингагене за их вероисповедание? Все это сегодня происходит в 2014-2015 году. То есть, значит, что-то мы сделали неправильно, что-то мы опустили. И наша политика и политика государства Израиля, я знаю, очень совпадает, потому что мы за правильное воспитание молодежи, мы за правильное воспитание людей, мы за мир без боя. Я знаю, что мои соотечественники здесь стали достойными гражданами. И вот сегодняшнее место БАКО я посетил сегодня с утра в городе, посмотрел, как люди живут, как люди построили город, как развивается наша организация с хорошим дневником Азиз. Большое вам всем спасибо за это. Потому что то, что вы делаете, это вы представляете культуру нашего народа. И я очень рад, что вот такие достойные люди сегодня здесь. Я и в прошлом году это видел, и позапрошлом году это видел. Я стараюсь быть во многих городах Израиля, действительно увидеть, как многого сделано, как много еще надо сделать всем на месте. Трагедия, хоть Аллах, унесла жизнь многих людей. Но среди них есть 25 молодых людей, которые потеряли и отца, и мать. Завтра в Москве мы будем делать мероприятие, и мы некоторых этих ребят повезем в Москву. Я надеюсь, в следующем году я их привезу и сюда, чтобы вы увидели, как судьбы людей искалечены вот в пожарительской трагедии. Ни отца, ни матери, ни заботы родительской эти дети не видим. Сегодня они 25-26 лет, и они сегодня, конечно, думают о том, когда они вернутся в Нагорный Горобах, когда они вернутся в Шушу, когда они вернутся в Паджалы, и эти дни очень скоро наступят. Потому что мы за то, чтобы не было войн, мы за то, чтобы агрессор знал свое место, чтобы не было агрессии в этом мире. Я знаю, что сейчас очень бурное политическое время для Израиля, и я очень благодарен господину министру за его время, депутату Алексу Миллеру, моему другу Леву Спиваку, Вахиду Байраму, Раук Малиму, который сегодня все это здесь организовал. Я познакомился с господином Зеевым сегодня, он мне показал город. Я знаю, что это очень бурное политическое время для вас, но то, что вы сегодня здесь, это говорит о том, что кроме политики у вас очень большое сердце. Спасибо вам за это сердце, и спасибо за то, что вы очень сложные дни рядом с Азербайджаном. Большое вам спасибо.